На все это дома, там вот машины, вот эти вот все прочие. И просто потом буду тут, знаете, обозревать все эти машины. Там уже прошло какое-то определенное время и уже не так интересно. Кармана вот чуваков создающих говорили, рассказывая о том, что вот. И нечто подобное у них также есть. Разумеется, если бы эта новость вышла со сложной службы и такой, ох, сейчас отдохну. Ничего. И тогда, ну, в общем-то, так все оно и будет. Кристально белое, кристально чистое. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Я всех вас рад приветствовать на видеоролике, в котором мы в очередной раз будем обозревать какие-то машины, какие-то заменки, какие-то заменки на машины на проекте Бриллиант РП, который еще до сих пор не вышел, который еще до сих пор, знаете ли, не открылся, в релиз не вышел. Но, тем не менее, обновления не продолжают клепать. Для чего? Зачем? Ведь обычно, вот, то есть, как только какой-то проект, какой-то сервер хоть немного готов, его уже выпускают. Потом допилим, потом все доделаем, потом закроемся на доработку, на переработку, на все прочее. А все остальное, вот это вот, не важно. Вот. И остальные вещи там также есть. Поэтому я не понимаю, в чем смысл все это тянуть, все это как-то вот это вот все делать. Зачем? Для чего? Я просто не понимаю. Но, в самом-то деле, все. У вас уже там есть машины, есть там дома, города, какие-то там, не знаю, дороги у вас идут в разные стороны. Но, тем не менее, за ч... за ч... что вы делаете-то, в самом деле? Зачем постоянно вот все это выпускать? Людей как-то, я не знаю, вот на все это, ну, расстраивать в целом людей. Для чего? Зачем? Я вот это лично персонально не понимаю. То есть, для чего? Все. То есть, у вас есть там дома, там вот машины, вот эти вот все прочие заменки. У вас есть вот эти вот желтые машины. Лаунчер вы вроде тоже сделали. Нет, надо, блять, поебать мозги и постоянно вот это вот все делать. Зачем? Я не знаю. Я не понимаю. Однако, мы здесь пришли не для того, чтобы, знаете ли, говорить о том, мол, ой, бриллиант РП, да когда же он откроется, да когда же там что будет. Хотя, возможно, в названии я именно так и напишу. И просто потом буду тут, знаете, обозревать все эти машины. А все эти прочие вещи я также буду делать, потому что в предыдущем видеоролике мы уже их обозрели. И, ну, на этом у нас было, в общем-то, все. И ничего, и ничего более такого, знаете ли, конкретного там и не было. Однако, сегодня, ну, вернее, когда вы смотрите данный видеоролик, там уже прошло какое-то определенное время и уже не так интересно. Однако, знаете ли, в лайфмобайле вышла новость, вышел новостной пост, вышли прочие какие-то вещи. И они там пишут, мол, автомобили стражи порядка на тегнутые, хочу обратить ваше внимание, бриллиант рулиплей. То есть, это, по сути, рекламный пост, оплаченный из кармана вот чуваков, создающих бриллиант РП. Вот такая у них, знаете ли, модель повествования, чтобы постоянно о них не забывали, чтобы такие люди, как я, о них, возможно, говорили, рассказывая о том, что вот, у них там есть вот такие вот машинки, у них там есть вот такие вот модельки. Они там разработали вот этот вот весь свой мост и нечто подобное у них также есть. Разумеется, если бы эта новость вышла немного пораньше, то я бы сделал такой, знаете ли, выпуск экспресс-ньюс, в которых рассказал о том, что, ну, вот, на бриллиант РП появились новые машины. Они начали делать какие-то государственные структуры, то там армию сделают, то сейчас вот идут полицейские машины, они все сделают. И как-то так оно все и будет. Ну и, разумеется, тут мы можем видеть атрибуты малолетних дебилов. Ну, где вы видели в России, чтобы у нас, так сказать, стражи правопорядка ездили на БМВ? Ну, в самом деле, где? Разумеется, это было бы неплохо, и чуваки бы там, знаете, ездили с комфортом, но у нас, к сожалению, такого нет. А вот на бриллиант РП какой-нибудь там, знаете, страж правопорядка, он, знаете, приходит с работы, со сложной службы и такой, ох, сейчас отдохну. Садится и начинает, в общем-то, играть и думает, ну, вот, в реальной жизни я не могу поездить на БМВ, на служебный, да? Так хоть пусть в игре я вот поезжу на всей вот этой вот, знаете ли, БМВ. И, ну, как-то так я все это, в общем-то, и сделаю, и больше у меня не будет вообще, ну, ничего. И тогда, ну, в общем-то, так все оно и будет. И, в целом, если переходить к обзору на сами вот эти вот, знаете ли, автомобили, на сами вот эти вот все машины, на, возможно, атрибутику вообще, где стоит вся эта машина, то можно сказать, что, блядь, вот опять она, по-моему, сделана. Либо это скриншот неудачный, либо она сделана, хуёво, ну, чё за пиздец, почему, блядь, капот у нас кристально-белый, вот все остальные вещи, они у нас, знаете ли, кристально-белые, кристально-чистые. А по бокам, блядь, какой-то ебаный градиент идет, что это такое, нахуй, чё это за пиздец, почему там какой-то желтый, он, блядь, желтый, с элементами какого-то такого, блядь, темно-синего, нахуй, чё это за пиздец, это, блядь, чё, сверху-то машина, как бы, спереди, она кристально-белая, кристально-чистая, кристально-вообще замечательная. А вот слева она, блядь, какая-то кремовая. Чё это за пиздец, нахуй? Это ж вообще ебанутся. Хотя, если посмотреть на машины, которые там вдали, вроде как они слева, такие, знаете, белые, и спереди они белые. Почему тут, блядь, оно так ложится, пиздец как, я не понимаю. Солнце же, оно ж, блядь, не может так падать, чтобы машина, нахуй, спереди была вот, нахуй, такая белая. Слева она была вот такая хуё, в реальной жизни, по крайней мере. Тут, если оно так может делать, то это ж пиздец полнейший, блядь. И, возможно, это специфика самого этого, знаете, КРМП, и от разработчиков, создателей, и тех, кто вообще скачивает, или там, я не знаю, возможно, сам вручную делает эти модельки, это всё не зависит. Тем не менее, ну, это какой-то кромешный, полнейший и просто сущий, блядь, пиздец. Я не знаю, как такое всё может быть. Однако, ладно, вы можете, знаете ли, высказать своё мнение в комментариях, сказать, мол, да нет, да ты чё, да всё нормально, ты чё-то опять приебался с нихуя. Либо, да нет, всё правильно, это как бы вот эти вот все модельки, это полная залупа, полная хуйня, и всё верно. Я, кстати, играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все мои прочие вещи, они все находятся в описании данного видеоролика, заходите туда, ознакомливайтесь со всей этой информацией именно там. И, кстати, в описании, там же у меня есть ссылочка на мой телеграм-канал, и всё там будет вообще замечательно, круто и вообще классно. Поэтому всем спасибо, и, наверное, до свидания всем, абсолютно всем. Субтитры создавал DimaTorzok